Всем привет, с вами Тома и в сегодняшнем ролике я покажу, как перенести картинку на чехол телефона. Я уже переносила портрет Raven, а сегодня сделаю что-нибудь более поняшное. За основу возьмем пластиковый чехол для телефона. У меня он прозрачный, но должен подойти и любой однотонный. Заранее распечатала на лазерном принтере картинку нужного размера с кейденс из комиксов. Обратите внимание, что бумагу мы будем прикладывать распечаткой вниз и при необходимости перед печатью отзеркать изображение, если у вас на нем есть надписи или подобные элементы. Также нужно учитывать отверстия для камеры. Из материалов нам нужна будет акриловая краска и лак. Я взяла белую акриловую краску по стеклу и керамике и акриловый лак с блестками. Вы можете выбирать материалы и их цвет на ваш вкус. Еще я взяла декоративные стразы для украшения картинки на чехле. Работать будем жесткой кисточкой и губкой для мытья посуды. Также понадобится скотч, лучше малярный и клей для страз. Наносим слой акриловой краски на чехол. Если краска светлая, то мазки лучше делать аккуратными. Не забываем прокрашивать боковые стороны и следить, чтобы на гранях не скапливались излишки краски. Их можно промокнуть бумажным платочком. Оставляем чехол сохнуть. Я предпочитаю оставлять каждый слой просто на ночь. Для более равномерного результата наносим на чехол второй слой краски. Снова оставляем высыхать. Наконец, приступаем к переносу самого изображения. Прикладываем бумагу картинкой вниз и закрепляем малярным скотчем с верхней стороны. Откидываем изображение. На плоскую часть чехла наносим слой лака. Аккуратно возвращаем бумагу на место, прижимая ее к покрытой лаком поверхности. Пальцами или салфеткой проходимся еще раз по изображению, чтобы она точно во всех местах зацепилась лаком. Оставляем чехол сохнуть еще на одну ночь. А теперь время магии. Наливаем в мисочку воды и берем губку для мытья посуды. Лучше новую, с нестертой жесткой стороной. Смачиваем губку и сначала просто наносим немного воды на бумагу. Даем ей секунд 30 пропитаться. Теперь можно жесткой стороной губки просто скатывать бумагу с чехла. Не бойтесь добавлять воды, только делайте это, конечно, на подготовленной поверхности. Уже снятую бумагу убирайте, чтобы она не мешала. Краски изображения как бы впитались в лак и не должны сниматься вместе с бумагой. Когда на первый взгляд вся бумага будет снята, протрите поверхность бумажной салфеткой и дайте минут 10 высохнуть. Если после высыхания где-то останутся белесые участки, то снова намочите их и продитесь губкой. Потом опять протрите и дайте высохнуть окончательно. Сама картинка у нас перенесена, но ее вполне можно украсить, например, стразами. Для их приклеивания хорошо подойдет момент кристалл. Аккуратно наносить клей можно обычной зубочисткой. Я добавила на голову кейденс корону, пару звездочек на пустое место сбоку и маленькие стразики на места украшений, сережку, кулон, браслет и туфельку. Теперь нам надо закрепить наш результат еще одним слоем лака. В этот раз не забудьте пройтись и по боковым сторонам, а углублением у страз уделите особое внимание, чтобы там не осталось слишком большого количества лака. Оставляем чехол до финального засыхания еще на ночь. Чехол готов к использованию. Таким способом изображение можно переносить и на другие нужные вам предметы. Процесс достаточно простой, единственным минусом является время, которое приходится тратить на высыхание каждого слоя. Но я, честно говоря, перестраховываю с ночными сушками, потому что сам по себе акрил, конечно, сохнет гораздо быстрее. В описании будут ссылки на мои видео про творческие наборы с поняшками, обязательно посмотрите и их. А этот ролик, я надеюсь, был вам интересен и полезен. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. С вами была Тома, пока!